Приветствую, друзья! Вы на канале OnlyTopGames, с вами Громбал, и мы продолжаем постройку нашего завода в игре Satisfactory. В прошлый раз мы с вами разобрались с постройкой угольных генераторов, получили, наконец-то, нашу первую бесконечную, если так можно сказать, энергию, и, наконец, сможем дальше развивать нашу фабрику-завод. Но этого, конечно же, мало. Будем добывать больше еще энергии, еще больше построим угольных генераторов, продолжим изучать новые ветки развития, и, конечно же, будем дальше масштабировать нашу фабрику-завод. Но перед началом я бы хотел посоветовать молодой развивающийся канал Сергей Лемар. Здесь вы увидите экстремальные гонки на максимальной скорости, в таких игроках NFS Run, Assetto Corsa, GTA V и не только. Автор любит в них погонять ветерком с рулем и вебкой. Если ты тоже любитель скорости, не забудь подписаться на канал Сергея и нажать на колокольчик. Ссылочка в первом закрепленном комментарии. Итак, чем же мы займемся в первую очередь? Как я и сказал, друзья, энергии пока что не хватает. На основные потребности, скажем так, она есть, но этого мало. Подожди, я хочу просто за руль, вот так вот. Поставим, наверное, сирену, чтобы было видно, что мы отправляемся по очень важным делам. А очень важные дела и в первую очередь будет составлять это то, что, друзья, нам нужно масштабировать наши угольные генераторы. Потому что этой энергии они вырабатывают 150 мегаватт, один вырабатывает 75, не хватает. И еще у меня дополнительно включены пока что и работы два сжигателя биомассы. Но мне хочется от них полностью отказаться и чтобы вообще не было проблем у нас с электричеством. Хотя бы на том уровне производства, который мы сейчас имеем. В общем, берем и строим дальше, получается, угольные генераторы. Немножко продлил фундамент, потому что не хотел у меня так строиться генератор. Теперь отступим несколько, чтобы между ними было хоть какое-то пространство. Вот так, я думаю, нормально. И, друзья, я здесь продлил фундамент. Теперь мы наконец-то сможем достать до этого маня. Еще у нас энерго слизня. Давно на него смотрел, можно было залезть, но не хватало все время желания это сделать. А вот теперь мы строимся. И, насколько я вижу, несколько эта часть будет, наверное, нам мешать. Главное здесь правильно потом выбрать расстояние, скажем так, и сделать вот этот переход. Между ними просто правильно рассчитать расстояние, да и все. А дальше уже точно ничего не будет мешать. Вот до следующих тех, получается, текстур. Я думаю, этого места нам хватит с головой, чтобы поставить какую-то, ну, точно 10-15 станций у нас без проблем подключиться. А что же, подключаем третью и посмотрим, сколько у нас будет энергии. Процесс подключения точно такой, как мы с вами делали в прошлой серии. Единственное, я до сих пор не понимаю, друзья, кто знает, напишите, пожалуйста, как использовать центровочку вот по этим переходникам. Потому что вот хочу забазироваться напротив этого входа, а нормальной центровочки нет. И приходится просто рассчитывать по фундаменту. Ну, вроде бы получилось все просто. Должно, да, труба заполняется, давление у нас отличное. Как это делать, рассчитать, я показывал в прошлой серии. Некоторые писали, что много поставил лишних моторов. Я так не считаю. Единственное, я сделал ошибку. Оказывается, моторы, качающие насос, как бы качающую жидкость, можно размещать прямиком на трубе. Большое спасибо ребятам, кто об этом написали в комментариях. Ну, пока что продолжает работать. Давление хорошее, поэтому ничего не будем трогать и менять. И, друзья, смотрим, что тут у нас в третьем. Почему он не заработал? Потому что, наверное... А, его же нужно... Подожди, почему он не заработал? Потому что я его не подключил в общую сеть. И вот это самое приятное, что осталось сделать. Давайте сделаем вот так. Вот это все дело поставим. И сейчас вот подключим и третий генератор в нашу общую сеть. Ну, покажи нам, сколько получилось. Так, 170. Это, я думаю, еще не тот результат, на который 245. Вот она, вот она мощность. Я думаю, теперь мы сможем с вами отказаться от использования полностью. Да, здесь нужно построить будут какие-то лесенки. Видите, без ранца. К сожалению, перемещаться пока что неудобно. Но все это временные-временные трудности, скажем так. Потому что у меня нет реактивного ранца. Когда он у меня случится, с этим проблем не будет. Ну, я немножко, конечно, пустил по низу. Был вариант, конечно, обойти это все дело. Пустить вот там вот трубу. Но тогда генераторы пришлось бы строить несколько дальше. Ну, я не знаю. Все по ресурсной шине я решил пускать. Потому что, я не знаю, пригодится ли в дальнейшем вода. Не пригодится. Поэтому вот было принято такое решение. Так, смотрим, друзья. Смотрим, вынимаем остатки этого биотоплива. И полностью, получается, выключаем эти сжигатели биомассы. Они, конечно, нам послужили очень хорошую службу. Но в самом начале игры. Ну, как в самом начале 8 серий. Мне понадобилось, чтобы дойти наконец-то до угольной энергии. Но, слава богу, с этим всем мы разобрались. И больше они один оставлю. Один оставлю на всякий случай. Он производит, друзья, у меня. Я его напрямую посоединю. Он производит напрямую, друзья, из биомассы перерабатывал. Хотя, возможно, эту линию и веточку я тоже разберу. Возможно, в этом больше нет смысла. Дальше мы с вами, друзья, будем прокачивать. Ну, я не знаю. Автомобильный транспорт это такое. А вот литейку бы очень, конечно, хотелось. Знаете почему? Потому что дальше нам нужно увеличивать и масштабировать наше производство. Значит, смотрите, в ранге 4 идет буровая установка 2 уровня. Это значит, что мы сразу сможем добывать намного больше ресурсов. Но, чтобы до нее дойти, нужно производство стальных балок. А производство стальных балок делается в базовом производстве стали. То есть, следующая наша цель, это однозначно базовое производство стали. Мы выбираем эту цель и собираем все необходимые для этого ресурсы. Ну, катушки у нас имеются без проблем. Да, так, разобрались. 5 каркасов всего у меня есть. Это очень, друзья, и очень мало. С цементом, я думаю, не возникнет проблем. Кстати, теперь, наконец-то, я думаю, можно подрубить наш рейдер. Посмотрим, сколько там у нас вообще насобиралось купончиков. И если будет в достаточном количестве, пусть это все дело заработает, тогда я вам покажу лайфхак, какое можно сделать интереснейшее транспортное средство. Нет, еще не в достаточном количестве. Всего 12 купонов. Для следующего транспортного средства нам нужно 20. Поэтому продолжаем, продолжаем формить. Ну и, конечно же, я хотел взять, друзья. Я хотел взять, блин, да, теперь вот с этой трубой неудобно стало обходить. Очень жду реактивного ранца. Где наш цемент? Подскажите мне, пожалуйста, где наш цемент? Наш цемент вот он. В принципе, тогда хватит. Раз, два, три. Да, в принципе, можно взять с запасом, друзья. Потому что у нас, как обычно, предстоит еще всякая грандиозная постройка. Поэтому берем цемент. Частично я его закину. Блин, как-то нужно взять получше, чтобы это все дело обходило. Частично я его закину на изучение нашей цели. Около 140 штучек надо, а точнее 139. Ну и останется подождать. Вот так вот, да, производство. То есть 150 роторов нужно. Это, друзья, много. И 50 каркасов. Где же это все дело берется? Давайте, давайте, наверное, не так. Где тут моя супер тележечка, которая позволяет быстро коротать вот эти расстояния. Эту не будем включать сирену, да, чтобы она нам не перебивала шум нашей записи. И погнали. Погнали смотреть, где это все делается. А самое главное, включить те линии. Потому что временно, когда у меня не хватало энергии, я их отключал. Производство каркасов, я помню, у нас находится в самом-самом конце. Поэтому обязательно нужно... Нужно его включить. Ну и плюс посмотреть, что там у нас и какие обстоят дела с роторами. Так, вот эта, мне кажется, линия практически у нас не используемая. Такая пустая. Мне кажется, ее я и делал для производства каркасов. Сейчас мы это все дело с вами проверим. Так, забираем тележку и смотрим. Простаивает. Да, я вижу, что простаивает. Да, точно. Она делает тяжело... Вернее, пока что обычные модульные каркасы. До тяжелоблочно-модульных мы еще не дошли. В общем, включаем эту линию. Я думаю, теперь энергии у нас хватит. Ждем, пока пойдет основное производство. Ну и должно запуститься. Теперь уже, когда дойдут укрепленные железные пластины модульных каркасов. Да. Чтобы не терять времени даром, друзья, я продлил фундамент и будем строить еще угольных генераторов. У нас имеется три. Я думаю, что как минимум два нам нужно построить. Почему два, я сейчас вам объясню. Так, и хотелось бы мне, конечно, вот эту штуку максимально как-то обойти красивенько. Постойте рядом. И чтобы она мне не мешала. Но вот так вот как-то да. Была такая еще идея, друзья, чтобы завести трубу не через ресурсную шину, а по этой текстуре. Это тоже можно реализовать. И, возможно, я так и сделаю, если мне эта шина сильно будет мешать. Но все хотелось бы делать все через базу. Потому что там стоит цистерна с трубой. Вернее, цистерна с водой. И я контролирую таким образом давление воды. Еще два угольных генератора готова. И единственное осталось подключить. Но перед этим давайте проверим, что у нас с водичкой. 50 из 50 кубов поступает. Значит, все отлично. Давайте сделаем этот самый приятнейший процесс уже итогового подключения. Где там наш столбик? Так, берем столбик и тянем его. Ну, здесь уже можно позволить его вообще вот здесь даже поставить. И он ничему. Хотя там будут стены. Поэтому я вот так вот все-таки, наверное, сделаю с запасом. И, друзья, подключаем, наверное, и следующий. Правильно? Генератор, блин. Мешают снова текстуры. Я сделал вот таких вот временных балочек, по которым можно двигаться. И следующий столбик забрасываем вот сюда. Здесь уже ничего не будет мешать. Поэтому расстояние будет поменьше. Так, подключаем и смотрим, хватит ли нам энергии и всех ресурсов, чтобы запитать 5 угольных генераторов. Друзья, ну, угля хватает с головой. Как вы видите, вот на все 5 и не уменьшается. 570 угля идет. Все это с двух майнеров приходит. Жидкость, труба просто полнейшая. Поэтому критики, которые писали, что 3 насоса много. Ну, посмотрите, как это все дело работает. И одной помпы мне точно хватает с головой. Точно на 5 угольных генераторов. Но для чистоты эксперимента все-таки одна помпа может добывать, когда мы ее с вами строили 300 кубов. Я хочу построить 6 и посмотрим, а хватит ли на 6 или на 6 генераторе пойдет уже просадка. Остались только мелочи. Взять это все дело и подключить в трубу. Единственное мое время тратиться на выравнивание этих труб, поскольку центровочки никакой нет. И приходится просто, как я и сказал, на глаз ровнять все эти трубы. Так, ну что, давайте посмотрим, хватает ли на 6 угольный генератор. И нам осталось его подключить. Но угля он уже сразу забил. И насколько я вижу, даже водички хватило. Неужели вот это так круто работает наша помпа? И еще я переделал подключение. Вылил его на переднюю линию, так как будет удобно все это дело наблюдать. И что мы видим? Здесь уже не сильно трубы прыгают. Хотя, в принципе, скорость потока... Ну, скорость может быть и маленькая. Но посмотрите, заполненность трубы просто на полную. А в самом генераторе я вообще не вижу никаких проблем. 450 мощности, 450 мегаватт. И, как вы видите, мощности хватает на все. Угля просто завались. Посмотрите, весь этот уголь приходит всего с двух майнеров. Причем майнеров первого уровня. Я не знаю, что это за магия, но угля хватает просто с головой на 6. Уже станции вообще без проблем. Ну и все наши насосы и одна водяная помпа, друзья, одна водяная помпа обеспечит просто максимальную заполненность трубы. И на всякий случай показываю и проверяю давление в цистерне. Я думал, что давление в генераторах возможно берется из остатков цистерны. Но, как вы видите, цистерна тоже заполнена просто по максимуму. 80 кубических метров в среднем. Скорость ее заполнения. Скорость оттока точно такая же. И, в принципе, на все это, друзья, работает одна помпа и три насоса не совсем правильно, да, установлены. Их можно, оказывается, делать просто накидывать сверху вот сразу на трубу. А я столько игрался в просто серии. Но работает давление, самое главное, подается правильно, 20 метров не превышает. Пусть, значит, так и остается. И пока жду, друзья, я решил не мелочиться и достроить еще угольных генераторов. Теперь у нас имеется 10. И последние штрихи по их подключению я вам уже и показываю. Да, в принципе, мы сейчас вот проведем такой эксперимент, потому что мне стало интересно, а хватит ли одной помпы на целых 10 подключений. Я не знаю, мне кажется, что хватит. И почему не падает давление, я сам, если честно, не пойму. Потому что одна помпа должна производить максимум 300 кубических метров в час. Но, как вы видели, все проходило нормально. Давайте пойдем к самому последнему нашему угольному генератору и посмотрим, какое же там будет давление. Может быть и не получится, сейчас мы с вами узнаем. И посмотрим, кстати, хватает ли угля или нет. Итак, самый последний, 10-й угольный генератор. Ну, вот здесь уже можно сказать, что начинается некая просадочка. 42 угля, в принципе, более-менее пока что так, уже не стонда. Ну, и труба водой заполнена, скажем так, не максимально. Не 50, хотя я вижу, что она со временем, посмотрите, все равно заполняется не так быстро, не так мгновенно, как на первых. Но, посмотрите, все равно заполнилась и воды хватает. Так что, друзья, не стесняйтесь, можно сказать, строите. 10 угольных генераторов обеспечивают всего одна водяная помпа. Главное, правильно поставить насосы, рассчитать ваше давление и смотрите, вуаля, все работает, все отлично, все очень эффективно. Мы с вами имеем 750 мегаватт энергии. Теперь, я надеюсь, можно разгуляться и заполнить все наши проблемы с поставками. А проблемы с поставками есть и сейчас я вам покажу, какие. Так, это все дело выглядит с высоты птичьего полета. Мне кажется, очень красиво и классно. Мы начали развиваться и, наконец-то, разобрались с этой проблемой электричества. На первое время так точно. Теперь о больных точках или, точнее, друзья, о слабых местах. Угля, как вы понимаете, хватает, воды тоже хватает просто с головой. Так, а здесь у нас уже начинается цемент, да? Теперь о слабых местах. Как мы их будем выявлять? Моя цель, чтобы производство настолько было большое и объемное, чтобы остатки производства, эти линии, должны быть заполнены по максимуму. И остатки должны складироваться на складах. На таких вот, такая тавтология. Если склад полын, если линия эта, она, видите, используется, и здесь куча остатков, значит, все отлично. Вот таким образом мы с вами и будем определять, где есть проблемы. Как вы видите, с производством стальных слитков вообще проблем нет. Ну и сразу могу сказать, что с производством медных слитков то же самое. Здесь тоже проблем нет. Все накапливается. А где же есть проблемы? А дальше есть проблемы по нашей линии производства. Не во всем, но есть некоторые слабые места. Производство стальных пластин тоже идет на ура и отлично. Здесь у нас настроено. Да, а вот с производством, как вы видите, железных прутьев огромнейшие проблемы. Просто огромнейшие проблемы, потому что они идут на производство винтов, они дальше идут на производство ассемблеров. И, как вы видите, очень мало их изготавливает один конструктор. Он не прокачанный. Железных слитков хватает просто с головой. И проблема моя заключается в первую очередь, друзья, это с нехваткой вообще, с критической просто нехваткой железных прутьев. Как же мы будем решать? А вот сейчас я вам покажу. И это вот самый сок и самая фишка этой ресурсной линии. И решать мы с вами будем очень просто, друзья. Берем, строим фундамент. И сколько нам нужно в эту веточку мы будем набрасывать конструкторов. Вот просто сколько угодно. Теперь расширять наше производство и масштабировать будет очень и очень, как я и сказал, легко. Просто выбирайте, достраивайте кусочек, который вам необходим или несколько, которых вам необходимо. И с помощью вот таких вот разделителей начинайте штамповать, как я вот сейчас вот буду. Начинаю штамповать конструктора. Сколько поместится, столько и штампуем. Правильно? Правильно. Поехали. Вот захотел и наштамповал еще сколько угодно. Ну а точнее 6 штук, пока мы дошли до очередной текстуры. Здесь, наверное, придется опять делать подъемчик. Но я думаю, пока на первое время хватит. А не хватит, продлим сколько нужно. Хоть 6, хоть 10, хоть 15 и хоть 20. Осталось все это дело, друзья, соединить. И сейчас мы с вами посмотрим, как же это усилит или увеличит наше производство. Последние штрихи. Дело, можно сказать, сделано. Осталось все это дело только подключить в одну энергосеть и выбрать правильный рецепт. Ну а рецепт, конечно же, будет всем их клацаем на железные прутя. Последний пошел, предпоследний пошел. И таким образом мы их сейчас все, друзья, активируем. Все они будут работать в одну линию. И, конечно же, еще нужно будет наладить, куда этот сбыт или, вернее, производство будет идти. Но все делается аналогично, друзья, в этом и вся прелесть этой ресурсной системной шины. Сейчас это все дело собираем с них и выводим так же само в склад. Готово, друзья, все, что нужно, сделано. Полная линия и цикл производства налажены. Теперь болты у нас, вернее, железные прутя производятся. Что за простой производится, все нормально. И возвращают все системные, все ресурсы на общую системную шину. Каждый конструктор работает отдельно. Единственное, что мы видим, что немножко не хватает железных слитков. Да, это, конечно, непорядок. Значит, нужно еще увеличить производство больше железных слитков. Подать на эту линию и тогда у нас все будет отлично. Хотя, в принципе, посмотрите, слитков должно хватать. Мне кажется, здесь уже идет проблема даже, друзья, не в слитках, а больше в скорости ленты. Дальше смотрим, что у нас с остальными производствами. Здесь производство уже железных прутев идет по полной, а вот с винтами какая-то проблемка. Кстати, это очень важный ассемблер, ведь он собирает нам необходимые роторы, которые нужно 150 штук. Около 80 у меня уже есть. Тем не менее, очень долго это все дело проходит, потому что здесь идет простой винт. Так, с железными прутями больше проблем, как вы понимаете, нет. Окей, дальше идем по этой же цепочке, смотрим, откуда у нас идут железные болты и смотрим, что с ними не так. Насколько я помню, да, у нас производство болтов сделано двусторонне, и с этой стороны вообще проблем, как вы видите, нет. Я здесь постоянно даже еще и подбирал те самые винты. Ну, а вот с этой проблемой стороной видно точно, она идет очевидная, да. Ну, и как вы понимаете, в этом складе винты, конечно же, не складируются, потому что идет простой, их не хватает. Поэтому делаем так же самое, друзья. Строим фундамент и усиливаем эту веточку, насколько считаем нужным, экспериментальным, конечно же, путем. Добавил, короче, три конструктора, посмотрим, я думаю, должно хватить. Если нет, будем добавлять еще, это не проблема. Ну, и, конечно же, все три ставим на производство винтов, я думаю, это значительно усилит нашу линию. И даже они начнут накапливаться. Что ж, посмотрим, посмотрим, как эта веточка себя покажет. Итак, винты пошли сплошной линией, лучше мы пока что не сделаем. Только когда у нас появятся конвейерные линии второго уровня. Скажем так, потому что они быстрее будут больше, быстрее, вернее, доставлять наши ресурсы. Тогда мы с вами сможем прокачать. Сделали, что могли. Давайте посмотрим, что же у нас, какие дела с нашим вот здесь ассемблером. Ну, в принципе, неплохо. Он производит детали, и поэтому сколько у нас уже роторов нас собиралось? Маловато, маловато. Итого 92. Еще нужно 60 штучек. You've done we have a problem. Да, короче, друзья, некоторая маленькая проблемка есть. Опять же, с этим производством железных прутьев, которые очень мне нужны. Как вы видите, последние конструктора проставят, потому что им не хватает ресурса для изготовления. Ресурс простой, железные слитки. И, как вы видите, они идут вроде бы полным ходом. Но здесь все равно не перестают, вернее, не настают накапливаться, не начинают, фу ты, блин, накапливаться железные прутья, потому что крайние конструктора не работают. И эту проблему мы с вами обязаны решить. Если вот до второго доходит, до третьего доходит, до четвертого его еще доходит, то до пятого, шестого и седьмого ресурсы практически не доходят. Как мы будем решать эту, друзья, проблему? Видите, линия вроде бы на первый взгляд полностью нормальная и хорошо быстро производится. Будем решать от первого источника. А первый источник это то самое производство этих железных прутьев. Смотрим, что у нас со складами. Склады полностью забиты. То есть одного конструктора, вернее, печки хватает максимально. Значит, нам нужно только постараться и доставить те самые ресурсы. В общем, я немножко поднакопил, сколько у меня есть укрепленных железных пластин, 126 штучек. Я не знаю, хватит ли этого, не хватит, но давайте пробуем прокачиваем. Короче, строим конвейерные линии второго уровня. Это максимально те, что у нас имеется. И я попробую провести вот это все дело максимально к производству железных прутьев. Надеюсь, что поможет. В общем, все, что идет от этих складов, я прокачиваю конвейерными линиями второго уровня. Смотрим на картину в целом. И лента бежит очень бодро, насколько я вижу. Вот наши стальные слитки. Змейка идет. Там оттуда выходит две. Но, в принципе, скорость явно подачи ресурсов мы с вами увеличили. И посмотрите, здесь уже даже идет простой в производствах. И всем теперь хватает. Возможно, есть вопрос. Нет, даже на край не пошло. В общем, в принципе, нормально. Здесь уже начинают накапливаться ресурсы. Даже идет простой. Именно этого, друзья, я и добивался. Чтоб уже был простой. То есть, все мои производства должны забиты быть под завязку. Только таким образом здесь со временем, я очень надеюсь, начнут накапливаться ресурсы. Ну и, наконец-то, железные прутья пошли такой плотной, плотной лентой. Хотя потом тоже нужно будет ее прокачать. Осталось дождаться наших ресурсов, которые потребуются для производства стали. Проверяем здесь все нормально. Винты идут, а по железным прутьям даже простой. Отлично. Значит, мы добились того, чего хотели. Смотрим, что у нас с роторами. 168 штучек. Отлично. Просто чудесно. Забираем их все. Они нам понадобятся. Ай-яй-яй-яй-яй. Тихо. И нам осталось еще проверить, что там с блочно-модульными каркасами. Всего 50 штук нам нужно для производства, чтобы начать производство стали. А точнее, открыть этот пункт. И я надеюсь, что... Так, здесь у нас идет. Идет производство. Сколько наскладировалось за это время? 50... 61 штучка. Что же, забираю пока что все. Отлично. Значит, все необходимые типы ресурсов мы с вами насобирали. Где там наша помощница? Где там наша тележечка? Да, вот так вот. Давай сейчас прокатимся, как говорится, с ветерком. Друзья, если вы тоже строите свое производство, завод в игре Satisfactory, обязательно пишите в комментариях полезные советы. И я все комментарии внимательно читаю и буду вам благодарен за наше совместное интерактивное прохождение. Ну вот я и у базы, друзья. Тележечку, тележечку обязательно нужно не забыть и забрать. И, наконец-то, давайте это сделаем. Очень долго занял этот процесс, но я занимался, скажем так, вспомогательными, дополнительными процессами, которые позволили прокачать и быстрее оптимизировать наше производство. Так. Да, капсула на орбиту корпорации Фиксит очередная улетает. И, друзья, давайте посмотрим, что же открылось. Должно было открыться производство... Вот оно, литейное. Для нее нужны те же самые блочные модульные каркасы, которые у нас уже производятся. А вот из чего она будет плавить, давайте вот так вот сделаем и поглядим. Стальной слиток, он берется, друзья, из железной руды и угля. Но это, в принципе, не проблема, осталось только определиться, где же мы, собственно, это все дело построим. Строить я буду там, где есть железная руда и уголь. Все у нас подведено на системную шину, поэтому с этим проблем не возникнет. А строим мы все по той же технологии, друзья. Желтыми стенами они мне очень нравятся. Ну и с помощью, конечно же, фундамента. Тоненький фундамент, вот у меня он стоит на шестерочке. У нас он идет как будто перекрытие вместо крыши. Не знаю, почему еще разработчики не добавили полноценную крышу. Но, в принципе, вот так вот можно дело и обходить. Если вы тоже используете это, напишите, пожалуйста, в комментариях. Так, я вот только не знаю, дым у нас. Делать потолок закрытый или оставлять все же какие-то окна, друзья, чтобы было видно, ну, что отсюда выходит дым. А то как-то вот такой сильно закопченный у нас получится, что ли, цех, если так можно выразиться. Так, я надеюсь, мне хватит цемента хотя бы вот эту штуку достроить. Осталось совсем чуть-чуть и не хотелось бы бежать повторно за цементом. Блин, осталось достроить всего три стены. Так, на пятерочку достраиваем. Вот так вот пошла красота, да? И вот здесь буквально зашить два корпуса. Все, отлично. Наш полуцех, потому что он полуоткрыт, готов. И здесь, друзья, будем и строить те самые плавилочки. Начинаем, как обычно, друзья, конечно же, с контейнера для хранения, в котором будут накапливаться все нам необходимые ресурсы. Ну, вот где-то примерно так. Посерединке, да? Он встал где-то посерединке. Затем делаем в логистике, конечно же, обычно это соединитель. Базируем, направляем. Главное не перепутать направление. Ну, вот так вот где-то по центру. Теперь нам нужно при Шандараши, друзья, нашу новую линию, которая будет состоять из... только вот в такую сторону. Из летений. Единственное, за что я не очень люблю летений, а точнее очень не люблю... Блин, нифига себе, не-не-не, так близко ты чё. Сейчас я вам покажу, за что я их не люблю. А потом вы мне напишите, вы поддерживаете моё мнение или нет. Ну, хотя бы где-то примерно, хотя бы пусть будет так. Не люблю я, друзья, что впереди у неё два входа для принятия разных ресурсов, а сзади один, который вообще нифига, даже кривовато получилось. Ладно, потом, если что, исправлю. Или, возможно, такие оставим. Который не центрируется относительно соединителя-разветителя. Ну, а здесь делаем всё по стандартнику. Логистика. Делаем разведлитель. И вот относительно этого входа. Вот, молодец. Он базируется. А другой не захочет. Вот с другой стороны. Так, ну и здесь на этот вход мы немножко делаем подальше. И здесь уже пойдёт соединение с помощью конвейерного лифта. Потому что, друзья, здесь будет идти дальше наша линия. И она ей будет мешать. То есть, дальше наша линия, веточка пойдёт вот сюда. Эта веточка, к примеру, почему здесь пойдёт вот сюда. Да, вот так. Вот я вам покажу наглядно, как это мы дело будем масштабировать. Подожди, ровненько, ровненько. Сделай ровненько, а то будет потом писать в комментариях, что нет, не годится. Здесь набрасываем ещё один лифт. И таким образом, куда смотрит, соединяем вот это всё дело поверху. Всё, отлично. Теперь главное подключить. Подключаем этот вход к этому и прокладываем до самого, скажем так, вот так вот. Да, до самого конца нашего цеха или крыши, или называйте как угодно. Друзья, что же нам нужно подвести? А нужно нам подвести два типа ресурса. Это железная руда и уголь. Поэтому, в принципе, с вами вначале построить. Потому что здесь это будет сделать несложно. Единственное, наш уголёк, как я вижу, заканчивается. Нужно будет продлить вот ту веточку, вот сюда куда-то. А так вообще с железной рудой вообще никаких проблем не должно возникнуть. Единственное, крутой подъём. Я надеюсь, мы с вами его как-то сможем обойти. Вот где-то на ту веточку набросить. И самое главное, друзья, чтобы хватило мне производства. Вот это, насчёт этого я, конечно, переживаю. Блин, крутое производство. Ладно, с помощью тогда конвейерного лифта можно обойти это без проблем препятствия. Так, поверни только его так. Можно, в принципе, его так вот вытянуть, сделать. Я не знаю, как это будет смотреться. Мне не очень, если честно, нравится. Возможно, нам немножко стоит обыграть высоты. И вот так вот красивенько. Мне кажется, так будет лучше. Всё, железная руда сюда прошла. Остаётся достроить, если мы сейчас схватим вот такой вот стоечки, прям отсюда, достроить немножко линию с углём. Сейчас она сюда пойдёт. И останется так же само набросить сверху. Главное правильно забазироваться, зацентрироваться. Вот там сверху, в принципе, можно было построить сразу разветвлитель. Но мы сделали немножко не так. Хотя, в принципе, если он будет вот так вот, я, наверное, только не в ту сторону направил. Да, подождите. Наверное, не в ту сторону. Ещё раз пробуем. Если он будет вот так вот, наверное, да, тогда всё у нас должно стать хорошо. И соединяем с нашей веточкой. Я сомневаюсь, что сейчас пойдёт уголь. А нет, пошёл. Всё нормально. Ну всё, значит, всё отлично мы с вами сделали. Теперь только будем смотреть, хватит ли угля, друзья, на всё наши... Так, это стены-ориентир, можно пока разобрать. Теперь будем смотреть, хватит ли угля на все наши угольные генераторы. Потому что этот вопрос очень остро будет стоять. Это самое главное, что должно у нас функциклировать всегда. Оно нам даёт питание для всей нашей базы. Последний штрих. Подключаем нашу плавилочку и смотрим, как это всё дело заработало. Отлично, отлично. Так, здесь должно пойти производство, конечно же, стальных слитков, которую мы с вами осталось только это всё дело вывести на системную шину. Накинул я там пару стоечек и надеюсь, получится сделать это вот прям отсюда. Стандартная схема, друзья. Теперь накидываем по логистике соединитель, да, вот прям на самый-самый верх. Правда? Да, направление. Главное выбрать правильное направление. И это всё дело соединяем со складецким. Наши слитки должны поехать. Отлично. А для чего же мы их будем применять? Конечно же, для производства тех самых железных разных балок. А в принципе, чего гадать? Давайте спустимся к любому ближайшему конструктору. Ё-моё. Конструктору я хотел сказать. И посмотрим, что же мы сможем теперь производить из железных солидков. Смотрим, друзья. Так, выбираем рецепт. Главное не забыть. Стальная балка и стальная труба. Вот это обязательно нужно, потому что, насколько я помню, стальных балок очень много. Нужно для прокачки конвейерных лент третьего уровня. И первый лучи солнца в очень красивой игре под названием Satisfactory. Рассвет, друзья. Всю ночь я наблюдал за этим процессом. Делал кое-какие приготовления. Вы их сейчас, конечно же, увидите. И у меня есть некоторые выводы, которые должен вам сказать. Обратите внимание вон на то место. До него ресурсы идут плотной лентой. Затем она, конечно же, становится намного реже. И проблем с углём не возникло вообще. Я бегал, контролировал угольные генераторы. Даже в последнем генераторе 100 угля. Всё отлично. Энергия у нас точно не пропадёт. Это хорошие новости. Теперь не очень. Не очень новости заключаются в том, что здесь, друзья, нехватка. Ну, здесь вот почти впритык она работает. Одна, друзья. Одна всего плавилочка. Не две, не три. Всего одна плавилочка. И ей еле-еле, но хватает железной руды. И если ей этой железной руды хватает для производства стальных слитков, то внизу, вот этим двум уже конструкторам, вы видите, идёт простой, который просто производит железные слитки. Не стальные, а железные. И им уже железной руды не хватает. Вывод, друзья, таков, что здесь тоже нужно прокачивать и делать всю эту линию второго минимум уровня. Но у меня есть идея, конечно, получше. Будем делать сразу третьего. А где же мы это будем делать и что для этого надо? Для этого, конечно же, нужно вообще... Для чего мы с вами делали производство стальных слитков? Чтобы делать следующее производство, да? И очередной цех у меня готов. Мы с вами договаривались, я не буду показывать однотипные строения. А весь мой завод, он будет, скажем так, унифицирован. И цеха по производству будут одинаковые. Короче, очередная веточка готова. Её осталось только подключить. Вот именно это мы с вами и сделаем. Делаем логистику, делаем разветвитель, накидываем на веточку, которая поставляет нам стальные слитки и просто её соединяем. Сейчас стальные слитки уже должны... Да, сюда поехали. Здесь, получается, у нас два ряда. Я сделал по три конструктора. Не знаю, посмотрим, хватит, не хватит. Будем смотреть насчёт производства. Ну и, в принципе, ветка, как вы понимаете, всё полностью стандартная. Кто не знает, как строить, кто только присоединяется к каналу, говорю вам welcome. Просто посмотрите предыдущие серии прохождения по игре Satisfactory. В общем, первую веточку мы делаем на производство стальных балок. Насколько я помню, до апдейта третьего производства стальных балок нужно было очень много. И они как раз используются для прокачки лент третьего левела. Но это мы с вами узнаем несколько позже, когда до них доберёмся. Ну а эту веточку я включу, друзья, на производство стальных труб. Всё очень просто. Здесь один вид ресурса. Этот вид ресурса называется стальные слитки, который у нас пока что производит всего одна плавилочка. Поэтому, возможно, конечно, их и будет не хватать. Но в первую очередь нам, конечно же, друзья, нужно будет наделать побольше вот этих стальных балок. Я надеюсь, нифига себе 4 стальных слитка. Да, мне кажется, я сильно разогнался. И все эти-эти можно даже их не подключать. Это будет просто трата ресурса. Друзья, потому что 4 стальных слитка, одна плавилочка нам столько не наплавит. А, кстати, я их ещё что не подключил. Сейчас мы с вами вместе подключим и посмотрим. Остановимся пока, я думаю, на двух конструкторах. Именно два конструктора мы с вами и запитаем. Первый и второй. Потому что пока что на это всё дело работает всего одна вот там наша плавильня. Посмотрим, как эти два будут справляться. Да, очень много нужно. Четыре стальных слитков. Это просто дофига. Я понимаю, что сейчас будет, возможно, даже простой по ним. Поэтому других пока конструкторов я соединять просто не буду. Их незачем. Не вытянет наша одноплавильная. Ну, а чтобы она вытянула, нужно больше поставлять входящего ресурса. Именно этим мы с вами и займёмся. Но уже, конечно, в следующей серии. Очень много занимает строительство вот этой всей линии, конечно, производства. Но я надеюсь, что я сделаю на монтаже покороче. Потому что у меня запись несколько занимает, друзья, часов. Давайте проверим и сделаем итоговый обход нашего завода. Что же у нас в итоге получилось. Смотрите. Винты у нас уже складироваются. То есть избыточно делаются. Отлично. Всех этих конструкторов здесь их немного. Раз, два, три, четыре. Да? Хватило с головой. Эта линия потребляет меньше винтов и тоже складируется. Значит, мы с вами достигли нужной нам цели. И самое главное. Я хотел ещё посмотреть. Да, друзья, добились того, чего хотели. Вот оно. Производство, наконец-то, железных прутьев, которые тоже изготавливаются в избытке. И теперь просто складируются. Посмотрите. Теперь у нас хватило с конвейерными линиями второго уровня. Посмотрите. Всё, 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 всё забито. Хватает даже на все семь. Даже на все семь. Посмотрите. Просто в избытке. Такого эффекта я хочу добиться просто по всему заводу. Чтобы деталей изготавливались больше, чем потребляло. Чтобы они оставались на складах. И я их мог использовать по своему усмотрению. А мне, друзья, стало интересно, сколько же мы за эту серию успели нафармить наших купонов. Семнадцать купонов. Скорость семьсот, семьсот девяносто два. Ну, почти восемьсот. Не максимальная. Напишите, сколько у вас максимальная скорость. Я закидываю сюда только цемент и медную руду. Всего два типа ресурсов. Я знаю, что можно больше, но куда нам спешить, в принципе. Да, и вот когда у нас будет двадцать, а точнее даже, наверное, двадцать один купон. Я вам покажу очень интересную пасхалочку от разработчиков. Я думаю, мы с вами очень хорошо поработали. Посмотрите. Десять угольных генераторов. Два дополнительных цеха двухэтажных. Плавилочка, которая выплавляет стальные слитки. Конструктора, который там дальше все это дело перерабатывает и собирает. Я думаю, поработали очень хорошо. Я надеюсь, вы поддержите этот видос лайкосиком, потому что очень много времени занимает игра Satisfactory. И надеюсь, вам будет интересно это смотреть. На этом все, друзья. Всем спасибо, кто досмотрел до конца. Подписывайтесь, ставьте пальчики вверх, делитесь этим видео. И, конечно же, до скорой встречи в новом видео.